Рассмотрим программы фирмы Brestler. Это программы Transet и программа Linker. Программный комплекс Transet предназначен для просмотра и редактирования файлов уставок микропроцессных терминалов для ленинной защиты и автоматики производства OOO-NPP Brestler. Например, это терминалы типа Brestler 0107. При этом уставки хранятся в виде бинарных двоичных файлов и имеют расширение BIN. Например, вот такие. Transet сохраняет файлы уставок в том виде, в котором они воспроизводятся терминалом. То есть прямо этот файл заливается в терминал. И данные файлы мы можем изменять только с помощью программного комплекса Transet. Linker. Программа, предназначенная для создания информационных моделей терминалов Brestler и всей подстанции в соответствии со стандартом МЭК-61150. По своему названию программа позволяет настроить связи терминалов подстанции с помощью ГУС-сигналов. Далее рассмотрим программу Transet. Откроем программу и потребуется пароль, введём три восьмёрки. Transet, его ярлык, открываем. Пароль. Показать пароль. Три восьмёрки. И мы получим уровень разработчика. Окей. Далее создадим новый файл уставок с одной защитой МТЗ. Максимальная токовая защита. Окей. Вот он создан. Файл уставок. Он так будет называться по умолчанию. Настроим связи данного терминала в сети Ethernet. Настройка связи Ethernet. Способ получения MAC-адреса нашего терминала. Автоматически. И способ резервирования сети. Вот он. Выберем PRP. Далее настроим работу нашего терминала в стандарте MAC-61850. Включим данные пункты. И добавим три входящих ГУС. Дворичные. Добавить. Три штуки. Окей. Вот у нас три входящих ГУС сообщения. Далее запустим под программу SimBress. Вот она. Вот она. Вот этот её пункт. И она здесь запускается. В компоненты добавим в источники ГУС входящий. Вот он у нас. Раз. Два. Наши три входящих ГУС сообщения. И в каждом из них, в свойствах, назначен входящий ГУС. Соответственно, первый. Второй, который у нас есть. И третий. Далее добавим в компоненты, из компонентов, источники, конфигурируемый дискретный вход. Один. Два. Три. Выйдем из модели SimBress. Закроем её. Сохраним. Изменения модели SimBress успешно сохранены. Окей. И далее свяжем дискретные входа с соответствующими ГУС сообщениями. Вот у нас три дискретных входа и три ГУС сообщения. Для этого здесь проставим сигнал управления пуском прямой. Раз. Два. Три. И давайте сохраним всё. Таким образом мы получили файл уставок. Файл уставок 1.bin. Сделаем его вторую копию. Для этого файл сохранить как. Файл уставок 1.bin есть. Давайте мы его сохраним как 2. И у нас получилось две копии файл уставок 1.2.bin одинаковых. У второго файла в основных настройках номер шкафа терминал. Изменим название терминал 2. Чтобы они не совпадали. И сохраним. Вот он стал терминал 2. Таким образом у нас файл уставок 2. Номер шкафа терминал называется терминал 2. А если мы откроем открыть файл уставок 1. Давайте откроем. И посмотрим основные настройки. Номер шкафа терминал 1. Ок. На этом создание файлов уставок в программе Transet для двух терминалов мы закончили.